Так, ну, я с вами уже познакомился с теми, кто пришел. Меня зовут Попов Михаил Васильевич, я профессор кафедры социальной философии, философии истории, и работаю на этой кафедре с 2008 года, уже 10 лет, ну, и вот, в свое время разработал курс социальной философии, и, как выяснилось, в связи с обрушением, которое у нас постигло, а именно теперь курсы, которые читает наша кафедра на других факультетах, все читаются онлайн. Это значит, что один раз, так сказать, люди записали, и уже независимо от того, кто сидит, и какие у вас потребности, и как вы воспринимаете, вместо очного обучения получилось заочное. Точно так же, как, скажем, что такое магистратура, если вы помните, вечернее отделение, 6 лет учится, вечером занимается. Кто у нас сейчас 6 лет учится, вечером занимается? Магистратура. Я вот там преподаю. вечером с 17-20 и так далее. То есть, так сказать, вот перелисовывали, перелисовывали, а вот получили такую картину. Вот, до этого я работал на кафедре философии и культурологии в Институте повышения квалификации, который занимался тем, что мы повышали квалификацию тех преподавателей, которые есть в университете и в городе, и в стране. Потом, в связи с его 40-летием, его благополучно закрыли, этот институт, и направленным взрывом нас, так сказать, историков на исторический, философов на философский и так далее. И вот я с этого времени здесь преподаю. Занимался я тут отработкой всех программ сначала, поскольку пришел без нагрузки. Еще не было, потому что была середина семестра. Вот, ну вот, с того времени я подготовил курс философии и истории, соответственно, названию кафедры и курс социальной философии, и читал эти курсы на историческом факультете, на журналистике, ну и у нас тут в том числе комплектологов и так далее. Вот по этому курсу опубликованы у меня лекции по философии и истории. Книжку можно посмотреть на сайте Фонда Рабочей Академии. Книжка эта переведена на язык фарсе и издана в Тегеране тысячи экземпляров. Там, как говорится, мне прислали два экземпляра, там читать надо наоборот, справа налево, и там только в одном месте видно, кто автор, а так дальше все непонятно. Вот, и по курсу социальной философии издана книга «Социальная диалектика» большая такая, больше 480 страниц. Вот тоже есть на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека», можно с ней познакомиться. Ну и вот книжечку я вам дал, эту тоже. Это, так сказать, я думаю, эта книжка больше популярная для популяризации диалектики, философии и так далее. В связи с тем, что я регулярно выступаю на тупичке Воблина у Кучкова и, так сказать, смотрит много. Причем введение в науку лойки, вот больше 300 тысяч уже посмотрело. И можно сказать, что вот если раньше такие вопросы не очень интересовали людей, то интерес вообще к философии, конечно, очень большой. Вот. Ну это вот опубликовано у меня в целом 353 работы. Я доктор философских наук с 1989 года, с 90-го года в должности профессора, а с 95-го года в звании профессора, ну по кафедре экономики и права, потому что было еще у ПК была. Какая была кафедра, такое и звание. Поскольку менялось название, раньше была кафедра политэкономии, а кафедра поменялась, и я как бы бесплатно получил еще одно, так сказать, специальность и право. Хотя правом занимался долго, исключительно самостоятельно. Ну вот. Теперь, значит, у меня есть очень, к сожалению, большой опыт защит. Почему? Потому что я защищал, ну, кандидатскую я защитил досрочно, на полгода. И даже спрашивал, а что мне теперь делать? Устраиваться на работу или может подождать пока, срок аспирантуры идет, можно пока отдохнуть. И я говорю, давайте устраивайтесь, Михаил Васильевич, там неизвестно потом, что будет, давайте-ка на работу. Поэтому я сразу пошел на работу с сентября, только до ноября у меня был еще срок аспирантуры. А вот с докторской я защищал сначала два раза по политэкономии, в 78-м получил больше половины и менее двух третей. Потом в 81-м тоже больше половины и менее двух третей, но два дня была защита с трех до часа ночи, и две сценографистки были. И каждый раз, если вот диссертация, так сказать, она считается незащищенной, надо же все оформить, отправить в бак. Так что эту я работу проделал письменную, которую вам предстоит проделывать. Это самое такое малоприятное и неприятное, но это дело тренировки. И, наконец, вот я защищал в 86-м году опубликовал книгу, посвященную противоречиям развития социализма. Когда был развитой социализм, в это время я о развитии говорил, а не развитом, противник этой концепции, и тогда выступал против. Совершенствование развитого социализма, а именно так мы можем определить главное содержание деятельности партии и народа на современном этапе. Ну вот эту тему написал докторскую, и здесь успешно защитился за очень короткое время, за четыре часа. Но на этом, так сказать, мы рассказываем, имея в виду, что у меня есть, что рассказать в части того, как тут действовать. Меня вызвали в ВАГ, в ВАГ я делал доклад, после доклада комиссия ВАГ разделилась на две части, одни за то, что утвердить, другие за то, что не утвердить. Потом они долго спорили, меня выставили в коридор и решили на перезащиту в Институт философии. Ну и я пошел перезащищаться в Институт философии Академии Новоколконка-14, рядом с бассейном Москва. Вот там, где сейчас храм Христа Спасителя, там, как известно, еще в предвоенные годы планировалось построить Дом Советов, на нем какую-то огромную статую Ленина. А когда началась война, то решили, что не до жиру. И всю медь, которая была в основании там заложена, использовали для изготовления снарядов. Ну а потом сделали бассейн Москва с теплой водой. И вот я там зимой плавал, готовился. А как плавать? Как в защите готовиться? Ну, плавал в бассейне. Как к ней приготовишься? Ясное дело, это же не то, чтобы обычный экзамен дать. Ну вот я там, сменили мне всех оппонентов, в том числе поставили Ричарда Косолапова оппонентом. И после того, как они всех единогласно проголосовали, я потом еще ждал, когда же утвердят. Не утверждают. Все прошли уже по общественным наукам. Нет. А потом вместе с математиками и физиками утвердили в 89-м году. А защита у меня была в 87-м. Итого я, так сказать, доктор защищал с 1978-го по 1989-й. Вот. Так что в этом смысле у меня… Я еще пока не встретил ни одного человека у нас в стране. Он имел бы более богатый в этом смысле опыт. И что хочу сказать, что, ну если вы правильно настроены, как аспирант, а вы настроены на что? На то, что вы изучаете и двигаете вперед науку. Если вы правильно настроите, то такие мелкие вещи, как то, что там что-то, какая-то неудача, ну надо понимать, что это же движение в науку потом. Вы в любом случае выигрываете, вы же вырастаете. И от того, как будет воспринята там ваша работа, от этого не зависит. Вот то, что у вас уже в голове есть. Раз в голове есть, никуда это не пропадет. И поскольку речь идет о том, что надо публиковаться, надо свои позиции отстаивать, надо это доказывать, надо это обосновывать. Короче говоря, все это придет, ну чуть-чуть позже, а для науки это вообще достаточно безразлично. Наоборот, вот скажем, если сейчас я встречаю коллег, которые быстро защитились в советское время. Ну, и теперь они думают, а вдруг вот сейчас советские будут эти степени-то отнимать. А у меня, скажем, я звание получил уже в буржуазное время. Поэтому я говорю, вот вас-то признала советская наука, меня-то признала буржуазная наука. Я профессор по графике экономики и права в буржуазное время. Поэтому я могу написать, что у вас это не соответствует праву и так далее. Ну и так далее. То есть я хочу сказать, что вот настрой у нас с вами должен быть такой, что мы занимаемся творческим делом, а это, так сказать, обрамление этого дела, потому что оно все время меняется. Видите, с вас вот требуют эти теперь ваковские. Каждый раз делают новые препятствия. Скажем, первое препятствие, которое меня удивило, это так, что надо сдавать экзамен минимум, максимум. Потому что максимум, как он сдается? Вы сами составляете программу со своего научного руководителя. Но если вы по своей диссертации, неужели вы не сдадите на отлично? Конечно, сдадите. Поэтому это просто нам нагрузка, а вам, в смысле учебная, а вам нагрузка сугубо связана с тем, что вы просто будете сдавать экзамен. Отвлечение от своей работы. Без него мы прекрасно обходили в свое время, он совершенно не нужен. Потому что, ну, еще бы не хватало, чтобы вы по своей диссертации не сдали бы этот экзамен. Правильно? Вы же всяко сдадите. Это касается и всяких разных занятий, в том числе и те занятия, которые я провожу. Мы, кстати, должны понимать это дело. Поэтому я думаю, какой смысл в этих занятиях, поскольку нам их, так сказать, утвердили, обязали и так далее. Я думаю, что поскольку у вас впереди защита и прочее, что требуется для успешной защиты? Во-первых, для успешной защиты надо свободно рассказываться, и свободно, и широко. Потому что никогда вы не узнаете, какой вопрос вам могут задать на защите. У меня, например, получилось так, что я, когда защищал здесь докторскую, задали один вопрос. Товарищ Марахов, вот мой коллега, заслуженный деятель науки, и мы с ним тут совместно готовим тут работы. Теперь. Я очень обстоятельно ответил на его вопрос, после чего, так сказать, из этого ответа было ясно, что вопрос его не очень хороший для него. И после этого мне никто не задал ни одного вопроса. Все спрашивают в салоне, кто есть, кто будет. Никто. Ну, никто. И проголосовали, и пошли дальше, и все. Поэтому смысл этого вот курса, я тут собираюсь его так читать, чтобы вы меня в любой момент могли остановить и сказать, я не согласен, или это недоказуемо, или недоказанно, давайте пообсуждаем еще. Ну, нет смысла его читать так, как я читаю студентам. Я читаю, они записывают, и все. То есть вот я думаю, что мы просто те категории достаточно широко их будем брать, которые все равно в круге социальной философии находятся, и вам на защите, конечно, могут задать любой вопрос. И вы, можно так ответить, можно и так, но все равно нужно ответить, а не запнуться. Запинаться на защите нежелательно. Тем более, что все такое вот защита. В принципе, скажем, есть у вас защита, нет у вас защиты, от этого у вас в голове ничего не меняется. Единственное, что очень важно, и я хотел бы подчихнуть, что вот я знаю многих товарищей, которые не защищали диссертации кандидатских, но имели много публикаций, там 18-20 публикаций. Они никак не могут довести до конца и закончить вот какое-то рассмотрение крупного вопроса, крупной проблемы, так, чтобы вот было и начало, и развитие, и результат. Начало – это что такое? Категория начала, что означает определение? Алексей Сергеевич, значит, что такое начало? Хорошо, а вы? Начало, что такое? Значит, начало, отвечаю, то есть вы не отвечаете, я отвечаю. Ну, мы так немножко будем тренироваться, так сказать, я вам вопросы буду задавать, и так, чтобы у нас были тренировки и подготовки. Садитесь, пожалуйста. Начало – это неразвитый результат, его нельзя понимать. Если вы что-то начинаете, то вы имеете в виду то, к чему вы придете, правильно? К результату. Но в начале этот результат в самом неразвитом виде. А результат что такое? Это вам подарок. Развитого начала? Да, развернутое начало. Совершенно верно. То есть это, ну, как скажем, что такое верх, это не низ, а что такое низ, это не верх. Если у вас нет ничего в голове, в смысле, нет этой предпосылки, что вы получите, это не начало. А если у вас есть начало, значит, вы понимаете, что такое в этом смысле вот тема кандидатской диссертации? Тема кандидатской диссертации – это начало. Но это целое или это часть? Более общий вопрос задаю. Развитие – это движение от части к целому или от целого к целому? От целого к целому. Да, спасибо. Это хорошо, что вы так беглые опять, вот, учитесь. Ну, как вы думаете, человек как развивается вот от клетки оплодотворённой? Это целое? А не так, что нога, потом вдруг ухо, потом, значит, лёгкие там, вдруг кишки появились и так далее. Идёт развитие от целого к целому. Всякое развитие – это движение от целого к целому. Поэтому в этом смысле вот некто говорит, ну, чего мне эта тема диссертации? Ну, если тема написана, это ваше целое. Тем более её утвердили, чтобы вы тут не метались, а вы и сами не хотите метаться. То есть вы идёте, это вот она у вас есть, это целое. То есть вы что делаете? Вы просто углубляетесь в это целое. Углубляетесь, углубляетесь, углубляетесь. И через этим я хочу спросить, наука это что? Круг-кругов. Круг-кругов. А вы как ответите? Так, давайте я вас тоже запишу. Фамилия, мёчество? Павел Андреевич Мицкевич. Фамилия не халычка. Ага. Значит, наука что такое? Не, вы сидите, вы у нас воленослушатель. Наука. Может движение одной ценности, другой ценности? Мы, говорит, аспиранты, не спрашивайте нас про это. Тогда я спрашиваю у вас про то. Вернёмся к этому. Сначала спрашиваю, а кто такой аспирант? Аспиранты, кто это такие? Вы трудящим, простому трудящему. Можете объяснить? Я сказал бы, что это некий вариант люмпин-пролетария в мире студентов. Люмпин, это бедный, у вас ничего нет в голове, если выйдет. Лишённый знаний, да? Не столько лишённый знаний, а маргинального положения находящегося. То есть находящегося никакого положения. Нет, нет, нет. Грустное у вас определение этого аспиранта. А у вас нет более весёлого? Я с этим согласен. Тоже согласен. И вы также мрачно свою судьбу воспринимаете. Можно я скажу тогда? Аспирант – это научный работник в становлении, учёный в становлении. Неправильно? Но сегодня вы уже не сколько научные работники, сколько просто студенты. Докладайте у него образование. Нет, нет, нет. Студент. Его задача студента – выйти на уровень современных знаний. От него не требуется самостоятельной научной работы. Не требуется. По всем, так сказать, программам специалитета или магистратура. Не требуется новизны. Что требуется от аспиранта? От аспиранта требуется дать новизну. Вот вся ваша диссертация будет ноль, если там нет новизны. То есть если вот вы ставите цифру один, новизна есть, тогда вот все ваши остальные дают тысячу, миллион и так далее. Если у вас нет новизны, ваша диссертация защищена быть не может. Почему? Потому что только то, что является вкладом в науку, делает её научной работой. Поэтому с вас и требуют публикации. Не какие-нибудь там, неизвестно какие, а в солидных, в общем. Хотя это сводится сейчас во многом к сумме средств, к сумме денег, но всё равно как бы предполагается, что вы в солидном журнале должны опубликоваться на равных. И это неважно, опубликовался аспирант, так, или доктор наук, или академик, какая разница. Вот вы внесли вклад в науку, а у кого больше, у кого меньше, эта история потом разберётся. Правильно? Вот, поэтому вот надо, так сказать, ну марку одержать. То есть вы научный работник в становлении, а студент кто такой? А студент специалист в становлении или бакалавр в становлении, то есть не вполне специалист. Бакалавры кто такие? У кого сняли этот последний курс, и они не могут преподавать в УЗИ, это нам рассказывали, так сказать, на повышение квалификации здесь, не могут преподавать в УЗИ, они не имеют права, если они на госслужбе иметь в подчинении более одного человека, и не могут поступать в аспирантуру. То есть это такие недоделанные специалисты, скажем, если мы кончали специалист, я имею право, скажем, я как закончивший математикой механической факультеты могу преподавать математику, если отсюда выгонят. Как человек, имеющий дипломы ещё по истории и по политологии, могу ещё историю политологии преподавать и так далее. А выпускают бакалавров. А тут у нас инициатива нашего ректора, давайте будем, не наши преподаватели будут принимать экзамены выпускные, а давайте работодатели. И собрали работодатели. А кто у нас работодатели? Раз они в УЗИ не могут преподавать, директора школ. И тот же Алексей Михайлович меня спрашивает, Михаил Васильевич, у вас нет общественного объединения? Есть фонд Рабочая Академия, зарегистрированное общественное объединение, зарегистрированное в 94-м году. Вот оно может быть работодателем. А УЗИ не могут быть. Вот в таком положении находятся нынешние наши товарищи. Так вот аспиранты, несмотря на все эти бурные волны, которые у нас есть в этой сфере, тут всё время что-то меняют, преобразовывают. Несмотря на это, вот аспирант всё-таки находится в таком положении, что он научный работник в становлении. Короче, как сейчас говорят, короче. Короче, вы кто? Научный работник. Короче, вы представитель науки. И вы представитель науки, и вы представитель науки. Мы с вами, коллеги, представители науки. А там это всё деление, там доктор, не доктор. Может, я доктор больше ничего хорошего не напишу, а вы напишите хорошее, новое, интересное. А я, так сказать, уже, как говорят, исписался, я уже ничего не дам. Поэтому здесь мы с вами совершенно на равных. И никоим образом, так Здесь вопрос о том, у кого какая там степень или звание, для науки это не имеет никакого значения. В связи с этим я возвращаюсь снова к вопросу о том, что такое наука. Как узнать, что мы люди науки или нет? Но для этого надо знать, что такое наука. Вот согласитесь. Я хочу вам на этом примере показать, что мы так будем все время это делать, чтобы не было таких, спросит вас на защите вдруг, ни с того ни сего вылезет какой-нибудь и спросит вас вот так у лоб. А вы запнетесь, он, бас, тебе минус. Вам надо этот минус получать. То есть я вижу, я обдумывал этот курс, он мне неожиданно дан. Я думаю, что смысл этого курса, в отличие от курса учебного, в том, чтобы мы подготовились к вами к всяким поворотам, которые могут быть в процессе защиты прежде всего. Особенно, когда публично и когда некогда сидеть, думать и готовиться, нужно сразу отвечать. Вы сразу ответили и от вас отстали. Тем более, что раз вы люди науки, вот представьте себе, сидят такие люди вроде меня, профессора, сидя, доктора. А вы доказываете, что вы новый. А он так смотрит, я вот новый. Причем, если ваша точка зрения противоположна моей, все тайное, голосование тайное. Бывает так, что вроде все было хорошо, потом открывается. А что получается? Вообще нормально было бы, если бы больше половины проголосовала за вас, и вы бы получили степень. Нет. Требуется от вас, чтобы проголосовали, чтобы дать степень, что вы должны получить две трети голосов. А вот объясните мне, как может новое в науке, новое в науке сразу иметь две трети голосов? Людей, ученых, солидных, которые считают, что они в науке что-то сделали, а вы еще ничего не делали. Вы тут такое, тут пришли, тут доказываете. Если вдруг мы пересеклись, в вашей точке зрения или позиции, которую вы предлагаете с моими, раз и вычеркнул, все тайное. Как? Вот, поэтому, тут есть противоречия. Поэтому бывает так, иногда слабые диссертации проходят, сидят, спят старички, там идет, идет все это. Потом приходит человек, хорошо все выступает, доказывает, начинает голосовать, меньше двух-третей. Ну, это нормально вообще для науки, правильно? Новое в науке. Почему? Теперь я возвращаюсь к этому понятию, все-таки пора уже его и дать. Наука – это система знаний. Система знаний. А не просто знаний. Если я вот это знаю, вот это знаю, вот это знаю, вот это знаю, кто я? Много, если я знаю, кто? Вот кто я? Ну, чуть правду матку скажите прямо честно, кто я такой, если я много-много знаю, кто я? Многознающий эрудит. Нет, вот вы смягчили, вы надо бить прямо. Многознание уму не научает, как известно. Слышали такое? Поэтому, мало ли, что я много знаю, да. Но эрудит в лучшем случае, это красиво, если так сказать. А еще есть знахари. Если я много знаю, я кто? Знахарь. Почему? А он знает, если голова заболит, вот эту травку попейте. Так? А если же вот, то вот эту желательно травку попить. И так далее. И это, причем, на самом деле, это полезно и нужно. И эти знахари, мы можем вполне уважать. Они без всякой науки, они просто на практическом опыте уже это выяснили. И вполне можно к этому относиться положительно, этих людей уважать. Вот. Но я не говорю о ясновидящих, потому что это уже другая тема. Но вот знахари, это люди, которые вполне эрудированы в этой проблеме. Но они это все по кусочкам, все это по элементам знают. А у них никакой системы нет. Значит, наука это, если вас спросят, что такое наука? Вот вы научный работник, да, вот мы выяснили, аспирант научный работник. Пришли на защиту, уж точно там вы научный работник. Вы уже написали диссертацию, вы же ее пишите. Значит, вы ее, предполагаете, что вы ее написали, и пришли о ней рассказывать. То есть, вы сделали научную работу? Если вы тогда будете говорить, я не сделал. Но если не сделал научную работу, проходи. И как мы можем голосовать, если сам человек, если вы сами себя? Поэтому так построена защита, что если вы раньше себя не сильно уважали, то теперь будете уважать. Потому что вы все время должны говорить, это я сделал. Это я впервые в науке. Это трудно поначалу это делать. Но постепенно надо к этому привыкать. Потому что если вы этого не сделали, вам никто себе это не даст. Ну, вы же решите, что не вы сделали, а что вы. А за это спасибо Иванову, за это спасибо профессору Петрову. Мы изучали труды Сидорова. А вот это я сделал. Но если вы ничего не сделали, ничего и не получите. Потому что если нет у вас новизны, это и самое главное, и самое трудное бывает. Человек напишет диссертацию, автореферат. Ну, смотришь, это что нового-то? Нового ничего нет. Но что-то нового, пишите книги. Книги, брошюры, статьи. Будьте писателем. Не будьте научным работником. Не зачтите диссертацию. Поэтому вот это вот самое главное. Вот куда у вас мысль должна работать в течение. А у вас уже третий курс. Как говорится, надо к этому делу подводить. И это оформится. Было видно, в чем у вас новизна. Мы и дальше будем с вами так вот двигаться, чтобы это было практически вам нужно. А не то, что я просто вам прочитаю курс. Ну, я его прочитаю. Вы могли бы книжку прочитать там или еще. Вот нам нужно это обсуждать. И если дырки какие-то есть, мы их будем закрывать. Вот мы выяснили, что вы научные работники. Раз. Выяснили, что такое начало, что такое результат. В науке тоже есть начало и результат. Потому что в системе знаний всегда есть начало и результат. И начало есть не развитые результаты, а результаты есть развернутые началом. Теперь метод. Вам придется писать о том, что является объектом вашего исследования. Что в автореферате. И в диссертации, естественно. Что является. Потому что автореферат это практически то, что вы напишите в введении. А введение это то, что вы напишите в автореферате. Это практически близнецы. Хотя вы можете немножко отличать о них. Но требования примерно те же самые. И вот тем более, что вы все знакомились с положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий? Нет? Нет? Не знакомились? Ну давайте мы отойдем от красивых схем этого централизма. Поскольку я предполагал, что я еще буду аспирантом другим читать как раз по всей этой орг все эти вопросы. То в следующий раз мы может с вами разберем. Что там от вас требуется вот в этом положении? Потому что что там такое? Оно все время его меняют. И надо быть, как говорится, мониторингом должен быть этого положения. Потому что вот готовишься к этому, а завтра приготовишь что-нибудь другое. Вот. Какие требования предъявляются? Ну вот я заранее говорю, что самым главным требованием. Как бы вот что это может поменяться. Но если это научная работа. Если у вас нет нового, то это не научная работа. Дальше. Значит, есть такие понятия, как объект исследования. У вас какой объект исследования? Алексей Сергеевич, какой у вас объект исследования? Философия Михаила Лившица. Я думаю. Философия Михаила Лившица. Так, а предмет исследования какой у вас, Алексей Сергеевич? Программатизация в философии истории, я думаю. Ну, в работах Лившица, соответственно. Ну, так вот у вас как-то наоборот. Значит, объект большой. Вот смотрите, вы человек. Так, а я, допустим, врач. Стоматолог. Какой у меня объект? Моего, так сказать, моей работы. Если я врач-стоматолог, объект у меня кто? Что? Объект у меня ваш организм весь. И поэтому и клятву Гиппократа, они важны. Стоматолог, вы гирург, все равно вы врач. Прежде всего, или врач-скорб, врач. А предмет? А предмет у меня вот стома. То есть объект это все целое. А вы из этого целого выбираете предмет. А вы как раз мне рассказали немножко наоборот. Ну, смотрите, я просто предполагал, что философия Михаила Лившица, в принципе, она шире, чем конкретно философия истории Лившица, условно говоря. А, это философия истории Лившица, да? Ну, я считаю. Тогда правильно. Тогда я возвращаюсь. Тогда вы вот правильно со мной поспорили, объяснили мне, как надо этим таким профессорам вроде меня и объяснять на защите. Вежливо так, да, уважаемый там та-та-та. Я имел в виду вот это, вот это и вот это. И все хорошо. Все очень хорошо даже поправили. Значит, объект шире, чем предмет. Предмет это то, что является непосредственной нашей задачей. А объект это то, из чего мы, так сказать, выбираем, что мы будем исследовать. Правильно? Объект большой, предмет острый. А метод что такое? Это тоже вам придется писать. Что вот в автореферации, в введении диссертации, что является объектом исследования, что является предметом исследования, что является... Хотя некоторые товарищи, вместо того, чтобы почитать положение, они просто списывают с предыдущих кандидатов. Если кто-то когда-то сделал ошибку, потом, значит, целая плеяда идет за ним кандидатов и начинает эту ошибку повторять. И я потом спрашиваю, а вы вообще хоть читали положение-то? Ну, есть вот они, есть положение, утверждается правительством. Вот, тем более ВАК, то он был при министерстве, потом при правительстве, потом опять при министерстве, потом опять при правительстве. То он был в одном специальном здании, потом уже его выгнали оттуда, и в другое здание, и так далее. Потом у нас был ответственный за качество всех диссертаций, потом оказалось, что он, Жулька, его выгнали, а все претензии предъявляют к аспирантам. Поэтому судьбу ВАК мы тоже понимаем, но надо быть начеку. Была такая история. У меня руководитель мой научный, доктор экономических наук по кандидатской диссертации, у меня кандидатская по экономии, Иван Васильевич Котов, герой Советского Союза. И вот он, значит, ощутил докторскую по применению математики в экономике и ждет, когда ее утвердят. Год ждет, нету ни слуха, нету, второй. Поехал ВАК, искали, искали, нету, следов нету, нету ничего. Вот, ВАК, ВАК, говорят, нету, нету. У меня с автором был Николай Андреевич Моисенко, декан экономического факультета, командир полка Катюш, кавалер ордена Александра Анецкого. Он поехал в ЦК, в отдел науки, сказал, что вообще происходит. Герой Советского Союза. Скромный человек, который на реке Нарев, так сказать, задел плацдарму и там до подхода войск наших его выдержал. И вы, так сказать, вот он защитил докторскую диссертацию. В ВАКе, говорят, мы ничего не знаем. Ну, там, значит, взялись тогда из ЦК, исследовать этот ВАК. Приезжает потом Моисеенко. Нашли. Ну, что, говорит, Ваня, год назад тебя утвердили доктором. А тогда, если утвердили, то, соответственно, там зарплаты, меняется все, приплаты, потом, если ты доктор, тебя можно поставить на должность профессора и так далее. А все уже было затянуто. Так что всякие бывают приключения. Другие приключения такие, что искали диссертацию тоже. У нас на кафедре была самая большая кафедра вот в этом как раз здании. Вот там, где сейчас деканат, там была кафедра политэкономии, 55 человек. Самая крупная в Советском Союзе. И вот искали диссертацию доктору. Ну, не могут найти. Не могут. Нашли через полтора месяца. На ней сидела машинистка. Очень удобно было это. Подложила, и искать, ну, как ее найдешь? Так что тут всякие бывают ситуации, поэтому мы тут, как научные работники, должны быть начеку. Значит, наука, система, знания. Я вам дал время, чтобы вы подумали, что такое метод. Метод что такое? Тут научные работники, как-то он затрудняется. То есть, вот понимаете, что на защите вот эти такие вещи, элементарные которые, они должны, как говорится, отскакивать. То есть, поэтому я беру не какие-то там заоблачные понятия, а такие, которые вот прямо на дороге. Вот все будут натыканы, это все предмет, метод, значит, объект исследования, новизна. В чем? А в чем новизна, это вам надо очень сильно думать со своим научным руководителем. Очень. Это самая главная формулировка. Вот как сформулируете? Потому что будут прицепляться, сказать, а это не надо, а это было, а это вот, а этим доказано, а это вот, а этим так надо извернуться и так переформулировать, что точно так не было. Потому что это тоже ведь рассиженное понятие. Можно так сформулировать, что это будет близко к тому, что уже было, особенно у вас. Вы уже, консерватизм у вас. Да консервы все мы ели, знаем, что это такое, сохраняете. Ну и что вы сохраняете, ничего в основном нет, вы сохраняете старье. И что вы с этим старьем вылезли со своей диссертации? Вот человек новый изучает, он изучает то новое, что улившицы не нашли. Вот он не нашел, а он нашел. А раз он нашел, можно сейчас кандидатскую, правильно? Если вы нашли. Ну если не нашли, то и не нашли. А вы что нашли? У вас что за диссертация? Суверенность и суверенитет в европейском самосознании. Вот, самосознание. В жизни неважно, важно, что в самосознании. А к жизни она так примерно не относится. Я бы усилил вам сказать, что у меня-то о самосознании, но это имеет большое значение, значение диссертации народно-хозяйственной, культурной, что если у вас неправильное в самосознании, то вы не понимаете, что такое суверенитет. Пример. Вы знаете, какой был вопрос в френдуме по СССР 17 марта 1991 года? Нет? Это точно в Европе. А? Я вам советую. Вот вы как-то подойдете, компьютер наберете там, и там вам текстик. Текстик я вам сейчас процитирую. Не целиком. Вы за обновленный союз Советских Социалистических Республик, как союз суверенных государств, которым будут обеспечены все права и так далее. Дальше, дальше, хвост. А Советский Союз, это был союз суверенных государств или каких государств он был? Не помню? Было одно союзное государство. Ну, если одно, то каких был он государство? Ну, вы гимн Советского Союза, не знаете текст, как он был? Союз нерушимый, республик... Свободных. Свободных. То есть, свободно мы с вами соединились в единые государства. Свободных. То есть, нельзя, я вас не принуждал, и вас не принуждали, и вы меня не принуждали, и его мы не принуждали. Мы свободны. А суверенные, это что? А это то же самое, что независимые. Правильно? Я правильно трактую? Или у вас другая трактовка? Ну, несколько... Ну, СНГ это... Вот, Горбачев готовил ССГ, Конституцию Союза Суверенных Государств. Я за Союз Суверенных Государств, обновленный. ССГ. Это значит, что мы с вами собрались и принимаем решение. Я обязан выполнять это решение, если у нас... Если я суверенный. Нет. То есть, нет никакой стороны. Ну, вы, наверное, видели ССГ. Вот у нас это СНГ находится в Таврическом дворце. Там сидят люди. Генеральная секретарь СНГ работала у нас на кафедре политэкономии на полставке. Миша. Вот. И я хочу вам сказать, что ничего не делай, ничего. А ничего не делаешь, потому что никто ничего выполнять не обязан. Но сидеть там хорошо. Хорошее помещение, отличное здание. Там флаги есть, кто еще входит в СНГ. Вот от Украины уйдет. Да хоть она уйдет, не уйдет, это не имеет никакого значения. Потому что присутствует она. Отсутствие – это чисто знак. Дескать, мы все вместе. Все, значит, вы вместе. А это значит, что если вы все решите, мы все будем решать, проголосуем. А вы выполнять или не будем, это каждый сам решает. И все, никакого единого государства нет. Вот. Но это, так сказать, поэтому вопросы самосознания имеют значение и для реальной политики, для практики и так далее. Если у вас неясности в самосознании, то они, конечно, проявляют себя. Так метод-то какой у нас? На меня или что такое? Да, у вас какой метод? Вы диссертацию же готовите, третий курс у вас. Уже у вас метод во всю работу. Если у вас экскаватор, ваш ковш все время копает. Что у вас за метод? Или вы скрываете от народа свой метод? Боитесь, что мы его крадем? И вот они главные. Я-то уже не опасный. А вот эти люди опасные. Они возьмут ваш метод и быстрее вас защитятся. А там уже этих корочек будет мало, и вам не хватит. Ну, в общем, я анализирую научную литературу по коплению. То есть вы читатель? Ну, как бы. Понятно. То есть вы читаете, вы анализируете литературу. То есть вы готовитесь, вот там есть места, в библиотеке Академии наук, библиографом будете, да? Хорошо. Да, отлично. Нам библиограф подготовленный. Библиограф, так сказать, в аспирантуре был и стал библиографом. Отлично. Это вы или у вас? Вы чувствуете, что дальше надо с новизной будет как-то это? Процитатные анализы я применяю при... То есть вы анализ делаете, да? Осмысление... Анализ у вас. Метод у вас анализа, я услышал, да? Да. А синтеза нет. Только раскладываете на куски. То есть вот если вот как дети они это берут, значит, дай им куклу, они, значит, все это руки-ноги разберут, машинку... А вот, так вы, значит, только разбираете, собирать не будете. Потом собирают. То есть синтез тоже есть. Это надо мне вам подсказывать, что синтез, или вы сами скажете. Синтез? Да. Это у вас не только анализ, но и синтез есть. И они взаимонимы никак не связаны. Хочу, соберу, хочу, разберу. Это метод у вас такой. Значит, как Гегель определяет метод? Можно я процитирую? Метод весь осознание форума внутреннего самодвижения, содержания исследуемого предмета. Запомнить тяжело. Ну, поэтому я буду раскрывать с конца. Вы должны освоить, вот то, что вы сказали, там, я литературу читаю, вы так будете говорить, но вы читатель. Я изучаю источники, это совсем другое дело. Научные источники изучаю, оригинальные источники, не какой-нибудь там, черти какую литературу, а как раз ту самую фундаментальную литературу. Я изучаю источники и осваиваю содержание. Так, если я это содержание освоил хорошо, оно у меня не мертвое, а находится в движении. То есть я как живое его представляю, правильно? Вы же что-то изменяющийся, вы же изменяющийся изучаете, вы тоже изменяющийся. И вы мертвое или и живое? Вы трупами занимаетесь? Часть его трупа. Вы их анализируете, а потом обратно вкладываете. И то, что отрезали, прикладываете к тому месту, от которого отрезали, этим вы и занимаетесь. Я правильно понял то, что вы рассказывали перед этим? То есть вы медик, наверное, да? Это хорошее дело. Вы ходите там, режете. Я предпочитаю, чтобы мной занимались хирурги, которые сначала резали трупы. Потому что если вы так готовитесь, потому что а то придут, он у вас разрежет меня, а потом скажет, а кто у него селезенка у коллеги спрашивается? И начинает находить. Поэтому это важно, то, что вы делаете. Но чувствуете, значит, вот мы должны содержание, проникнуть в содержание, и его рассмотреть как самодвиживающийся. А движение чем обеспечивается? Вот внутреннее. Осознание формы внутреннего самодвижения, содержания. То есть наш объект, вот само это содержание, осознать его форму. Но форму не его мертвого, а внутреннего самодвижения. А самодвижение чем обеспечивается? Противоречиями. Правильно? Что источник самодвижения? Это вы знаете. Правильно? Источник самодвижения – это противоречия. То есть вы должны настолько глубоко. Вот вы как три года изучаете, погрузились в это содержание, и уже представляете его как живое. И вот это самодвижение, вы эту форму должны осознать, потому что если вы форму не осознаете, вы не можете изложить. А вот когда вы изложили эту форму самодвижения, это и есть осознание. Вот в вашей диссертации эта форма самодвиживающаяся, она и представлена. Что я сделал в своей диссертации кандидатской? Представил в этом самодвижении, это содержание как самодвиживающейся. Расскажете им, они такие глаза сделают, и пусть голосуют за вашу диссертацию. Не важно, что вы там делаете. Важно, что правильное… Вы же еще представить должны. Почему это? Защищаю. Так вы так красиво. А что вы? Анализ, синтез. Фух. Вот. Это написано у Гегеля в двух местах в «Философии права» и в «Науке логики». Цитируется «Осознание формы». И это понимали, те, кто читали, изучали. «Осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета». «Осознание формы». У нас вот это записывается. Мы это повесим на канале Фонда Рабочей Академии, поскольку это польза имеет и для всех других. И вы можете снова посмотреть, если надо. Так. То есть вы нашли там противоречие. Потому что… А в чем состоит движение? Самодвижение в чем? Вот вы изменяетесь или нет? Или вы не изменяетесь? Но если вы скажете, что не изменяетесь, тогда не надо вам тут учиться в аспирантуре, потому что что не учить, как был, так пришел, так остался. До третьего курса дошел, ничего не изменилось. То есть вы правильно сказали. Изменяюсь. А что такое изменение? Можете сказать? Ну, это мы… Вот это мы будем развивать. То есть я еще раз повторяю, что наша общая задача с вами – ну, вот пройтись по тем вещам, которые могут выскочить на защите. Потому что, ну, как вы можете остановить какого-нибудь там дяденьку пожилого, который возьмет что-то… Вот ему нужно вот вас завалить. Не понравились. Усы не понравились. Борода. А вот он не понравился, потому что он не бритый. А почему он не бритый? Ну, не понравился. То есть это ведь приключение. Вы, наверное, знаете, что на защитах все что угодно может произойти. Поэтому нужно, чтобы вот человек еще и по форме, так сказать, он сразу как блестяще защищался. На все быстро отвечает, четко, ясно. Ну, если не нравится ответ, ну, это другого. Ну, видно, что человек владеет. Свободно. Свободно владеет материалом. Можно, хватит, да, давай заканчиваем. Голосуем банкет впереди. Так. Ну, вот. Ну, какие там. Вы, наверное, я уже забегаю вперед. Мы еще на этом остановимся. В следующий раз я принесу это злосчастное положение. И мы по нему пройдемся. Что там еще требуется. Вот ваша работа должна иметь значимость, правда? Если она никакой значимости не имеет, нечего защищать. У вас какая значимость? Есть ли она научная значимость в вашей работе? Думаю, что есть. Вот думаете, что есть. Но вам сформулировать. В чем она состоит? Если не сформулировали, то... А кто будет за вас сформулировать? Вот тут впервые, так, вроде, это все человек скромные. И у нас сказать, я вот, моя значимость, моя работа вот в этом. Если вы не можете сформулировать, а кто за вас будет сформулировать? Вот вы и формулируете. Не надо потом важничать, конечно, что я впервые, там, и только я, и больше никто. Но все равно без этого не обойдетесь. То есть, надо этому научиться. Это не тот случай, когда тут надо проявлять скромность. Это тот случай, когда вы должны сказать, что я вот сделал эту работу, она хорошая. В ней есть вот это, и вот это, и вот это, и значимся вот в этом. Но если бы вы сделали, я бы вас тоже похвалил. Ну, так получилось, что я это сделал. Ну, что делать, ну, что поделать. Умищет, куда я могу деть. То есть, значимость, раз, научная, такая теоретическая, да, практическая значимость есть, или она никому не нужна ваша диссертация? Зачем вы пишете диссертацию, там? Ну, у нас вот леса вырубаются, вы бумагу потратили. Зачем вы участвуете в вырубании наших лесов? Какая практическая значимость? Может, есть, что перевешивать, что? Леса испорчены, а что? Какой вклад-то в практику? Есть? Ну, есть. А есть. Вот если вы скажете просто есть, но не скажете в чем, это вы, вот это вот перед вами задача. И перед вами, и перед вами. Каждый должен сказать, в чем мой вклад в практику. А социально-культурное значение? Вот тут и должны развернуться. Правильно? Социально-культурное значение. Есть же ваша работа? Ну, вот, короче говоря, ну, мы еще пройдемся прям этим всем формальным моментом, потому что по любому формальному моменту, может быть, кроме того, не знаю, как сейчас. Тогда раньше были черные оппоненты для кандидатской диссертации. Может, уже это отпало. То есть, ваша приходит диссертация, и там выборочно вдруг кому-то дают прочитать, а ему не понравилось то, что вы написали. Он пишет вам отрицательный отзыв, не подписывается, и вы никогда не узнаете, кто такой. Вам возвращают, говорят, не прошла, в ВАКе. И все. Это вам не надо. Поэтому вам надо так все обставить, чтобы даже тот, который черный, если он будет, или там какая-нибудь комиссия, которая проверяет работу ВАК, и проверяет, насколько, так сказать, серьезные диссертации проходят, которые вдруг ВАК. Чтобы они видели, что тут серьезные все. То есть, кроме того, что у нас хорошие диссертации, правильные, нужно еще так обставить, чтобы люди понимали, тут все так вот обставлено, что не надо с этим воевать, потому что тебе будет дороже. Вот это нужно обязательно сделать. И это я хочу вам сказать, что я вот это проходил многократно, видел, наблюдал. И тем более я вам рассказал случай, когда он Герой Советского Союза, мне два года ждал, когда будет в Токовской защищена. Вот это надо все это иметь в виду. Ну вот, на этом, я думаю, предисловие я закончу. Вот в чем польза наших с вами занятий как таковых. И начнем мы социальную философию сначала. И, так сказать, курс социальной философии изложим. Я к следующему разу вам приготовлю или диски, или распечатку программы курса, чтобы вы, так сказать, могли заранее вопросы поставить тоже. И относиться не так, что я вам сегодня выдам, а заранее знать, о чем пойдет речь. И, соответственно, может быть, к этому и готовиться. В смысле каких-то вот ядовитых вопросов, которые вы ко мне обращать будете, а на самом деле вы тренируетесь, какие вам будут обращать, а вы заранее готовитесь. А что можно ответить? Допустим, я бы ответил так, а вы ответите вот как-то еще по-другому. Правда? Давайте будем так и делать. Ну, начнем мы... С чего надо начинать? Начинать отложение. С простого или со сложного? Простого. Простого. А что такое сложное? Можете сказать? То, что разбирается на простое. А? То, что можноpostить на простое. Что? Можно? Разобрать на простое. Разобрать, как-то у вас еще какие-то такие... Вот если вас разобрать на простое, будет отдельно рука, отдельно на гаджи, какие-то такие кровожадные такие у вас формулировки. Нет, чтобы наоборот из простого сложить. Это целое. А вы взяли все, что можно разобрать. Зачем уже разбирать? Человек сложный, но его не надо. Нельзя разбирать человека на простое. Но он сложный, конечно, организм. Но разбирать не надо. Это вот труд можно разобрать. Отдельно все это там разошлась. Вроде почти одинаковая формулировка. Неудачно. А в принципе правильно. То есть сложные. А это вытекает из самого понятия. Сложные – это сложеные. Сложенные из простых. Не то, что можно разобрать, а то, что сложено. Сложные – это сложенные из простых. Вот была одна клетка, когда вы были совсем молодым, одноклеточным. Потом две трети и так далее. Вот они складывались, складывались, складывались. И вот вы стали аспирантом, научным работником. Кандидатскую диссертацию готовите. Сложные – это сложные. Так вот, ваша диссертация должна представлять совыдвижение от простого к сложному. Правильно? Почему? Потому что это научная работа. А в научной работе идет нормальный ход. Вы от простого идете к сложному. Соответственно, я свой курс тоже старался так построить. Если там где-то у меня будут огрехи, вы на них можете указать. Что вы тут пропагандируете, что надо идти от простого к сложному. А заложили то, что мне вообще неизвестно. Как вы можете дальше идти вперед, если мы не можем сказать, что это такое? Да, мне тогда вопрос. Вы смотрите, получается, что простое – это часть сложного, да? Насчет части, вот Энгелес говорил, части лишнего трупа. Момент, можно сказать, момент. Момент – это то, что находится в движении, и оно неотделимо. Вот у вас в душе борются противоположные моменты. А часть – нельзя сказать. Или ваш недостаток – это часть. Да, хорошо. Давайте на операцию. Недостаток у вас вырезаем. А без недостатка у вас выпускаем. Потом смотрим, у вас тот же недостаток. Опять вырезаем. Да, как у вас и зарежут там на столе. То есть, часть – это очень грубо. Момент. А что такое момент? Категория момента означает неотделимое. Неотделимое. То, что вот без другого момента не существует. Скажем, положительные ваши качества неотделимы от ваших отрицательных. Так, если это только ваш адрес, вы можете мне то же самое вернуть. Скажем, а что, ваше что, Михаил Васильевич положительное не связано с отрицательным. Связано. Связано. Это неотделимое. Не бывает такого. Ну как, противоречия не бывает без другой стороны. Все же противоречиво. И не бывает другой стороны, которая не связана. Потому что структура, так сказать, или противоречия такова, что противоречие – единство и борьба. Противоположностей. Если бы только была борьба, то уже сама, даже если они разные совершенно, разошедшиеся какие-то части, все равно, если это и борьба, значит это соединение, то есть единство. А целые части – это противоположности? Целые части – это, Гегель говорит, дурные категории. Потому что целые – это да, это всегда хорошо. А часть… Ну потому что часть, почему дурные? Потому что если я говорю часть, значит это часть целого. Значит я имею в виду целые. То есть она с виду только категория части. На самом деле она подразумевает. Это от разговора о целом только с заходом вот с этой стороны. Нет ни такой части, которая не подразумевала бы целые. А если она никакого целого не подразумевает, то она не часть. Поэтому на самом деле вы говорите о части, а имейте в виду целые. А если я говорю целые, то значит на какие-то части имейте в виду. Поэтому вот Гегель говорит, что это не истинная категория. То есть не истинная, потому что нет такого разделения на целые части, потому что часть предполагает целое, а целое всегда предполагает части. Или моменты. Что угодно. Так. Ну вот я курс постараюсь делать таким образом, чтобы мы шли от простого к сложному, но от целого к целому. Правда? Если я от части к целому, такого не бывает. Развитие не идет от части к целому. Сначала нога, потом рука, потом печень, потом селеденка. Такого не бывает. Развитие идет от целого к целому. Развитие государства, развитие концепции, развитие идей. Тоже идет. Идея в неразитом виде. Вот вы там задумывали, это замысел вашей диссертации. Потом вы написали тему. Тема это целая или часть? Я думал, это дурные категории. Тема это самая дурная категория. Целая и не дурная категория. Это отделение. А он говорит, что вот эта пара целая и часть дурная, а вот целая это не дурная. Тема вашей диссертации – это целая. План вашей диссертации – это тоже целая. Но уже какое? Некоторое развертывание целого пошло. Правильно? Тезисы вашей диссертации – это целая. Авторефират вашей диссертации – тоже целая. Но какое, так сказать, резюмированное, но тоже целая. И это все целое. И вы все время имеете дело с целым. То есть сначала вы это целое развертываете, а потом вы это целое сжимаете, концентрируете, и вы даете какой-то реферат. И все время имеете дело с целым. А вот некоторые люди пишут так, диссертации – пишу первую главу. А как потом к ней приделывать вторую главу? Они так развиваются, получается не как целые, а по отдельности. И вот человек напишет первую главу, а вторую у него не получается. Поэтому я бы предложил, хотя это немножко поздно в мое предложение поступило, как бы надо. Но это можно ведь… Имейте в виду, что можно писать всякие бумаги по своей диссертации. Как к этому целому прийти? Это вообще не поддается. Ловля нового, новизны, то, чем вы сейчас занимаетесь, она не поддается такой систематизации, что вам кто-то там заранее поставил. Но вы в конце концов должны прийти к тому, чтобы у вас это получилось как движение целого. Не разве того, а разве тому целому. Какие существуют способы? Для этого существует такая вещь, как план диссертации. Когда вы пишете тему, это целое. А тему и план – это тоже целое. Когда вы этот план разбиваете, у вас всего две главы было или три, а вы каждую главу разбиваете на параграф, это тоже целое, разведленное. Потом параграф вы разбиваете на сколько пунктов. Вот я берусь доказать вам, что надо разбить не менее чем на семь пунктов параграф. Почему? Вы же в параграфе будете двигаться от какой-то мысли к другой мысли. Это начало движения. Заканчивая параграф, вы будете от какой-то мысли к последней мысли двигаться, этого параграфа. Еще две точки. Но хоть три точки-то должно быть на развесе мысли. А то у вас только начало и окончание. Это ничего и не рассказали. Ну вот два, до три, два, до два, четыре, до три, семь пунктов. Больше можно, меньше семи – нежелательно. То есть в семь пунктов вы… Это развертывание вашего параграфа. Если он такой какой-то вот кургузый получился параграф, может быть, это вот не выдержано. Поэтому там либо нет спуска после того, как вы обсуждали, обсуждали, но не завершили. Либо начало как-то не выстроено. Либо развитие не выстроено, вот центральная часть. Дальше вот вы имеете семь пунктов. Дальше что нужно сделать? По каждому пункту. Это я говорю, что можно делать достаточно быстро писать. И люди, пишущие вот это вот, кто так действует, они это или быстро пишут, или быстро переделывают. Вот этот материал, который есть. Потом его можно стричь, этот материал и туда ставить. Стричь или в буквальном смысле, как раньше, стрекли бумагу. Или на машине, на вычислительной. Впереди ночи, это туда, это туда, это туда, и вот выстроил это все. Значит, тезисы. Каждому пункту отвечает тезис. Тезис что такое? Утверждение. Да, это правильно, что это утверждение, но это не истина. Истина это то, что это кратко выраженная мысль. Мысль. Во-первых, мысль. Во-вторых, кратко выраженная. То есть, если при написании текста нужно писать обильно, доказательно, с примерами, со ссылками, то идея должна быть очень кратко выраженная. Самым кратким образом выраженная мысль. Вот у вас есть, ну, будем грубо считать, две главы. В первой главе два параграфа, во второй главе три параграфа. Ну, вторая, это ваша же. Первая глава, это доказательство того, что вы на уровень научных знаний в этой области вышли. Правильно? В этом смысл первой главы. А вторая, это вот то, что вы внесли в науку. В науку вы, наверное, больше вышли, внесли, чем просто там два параграфа. Три параграфа внесли. По форме было видно. Вот, это ваш вклад. Три, 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 три или семь, двадцать один. Так, а тут два на семь, четырнадцать. Вот здесь четырнадцать тезисов в первой главе. А в каждом параграфе по семь тезисов. А во второй главе три по семь, двадцать один тезис. Ну, вот надо не забывать, что это кратко выраженная мысль. Не надо там каких-то подробностей. Это концентрированная такая мысль. Вот вы ее сформулировали. И почему? И тогда вы видите в таком вот... Знаете, как вот показывает анатомия? Показывает только человек, кости и мышцы. И вот эти мышцы ваши. Все это выражено. Все уже видно. Потом еще кожи нету. И петель нету. А вот мышцы уже все видны. И вот тут уже все мысли в вашей диссертации. Вот тут это хорошо обсуждать с научным руководителем. Вот каждую мысль, потому что не является ли она дурацкой. И не будет ли это вам минус, если вы эту мысль будете... Да еще развернете ее, и тем более сами себя закопаете. То есть, прежде чем разворачивать уже в текст, надо вот... Тут обратная задача. Наиболее сконцентрироваться, наиболее кратко выразить эту мысль. А раз это кратко, это не проблема так сформулировать. Вы уже три года работаете, вам сейчас это сделать, то, что я вам сейчас советую, очень советую сделать, не имеет проблем. Вы пишите тезисы. Хотите, вот мы им эти тезисы... Никто нам не мешает здесь абсолютно. Эти брать, вот скажем, тезисы вашей диссертации, вот вы принесете такой тезисный план. Как принесете, мы остановим чтение лекции, и будем ваши тезисы рассматривать. Считайте, что вот мы ученый совет, три. А вы диссертанты. Это же хорошо, потому что вам на нас, на такой ученый совет наплевать. Поэтому вам бояться нечего, вы, так сказать, все это выдали, а мы вам выволили свою чепуху, а вы на эту чепуху ответили. Красота. Потом вы будете диссертантом, а вы члены ученого совету, и он и я. И вот мы начинаем. Это что у вас такое? Это что здесь такое? Потом мы за вас возьмемся. А четвертый уже сбежал, он понял, что тут... что тут хорошего мало. Вот. И вы утвердили эти свои тезисы? С научным, руководителем, еще с кем-то. И даже иногда вот нужно давать почитать просто таким людям, которые ничего этого не знают, просто почитать, скажут, ну что за ерунда такая? Ну просто человеку. Это называется свежая голова. У нас уже головы больные от вашей диссертации, от моей диссертации, от его, от его. А вот нормальному человеку дать, ну с нашего факультета, который почитает, ну товарищ, который возьмет на себя труд это почитать. Он почитает, ну вообще вы написали, ну что вы тут сказали? Ну может он найдет такое. То есть как бы это вот структура ваших костей и мышц. А то вы потом на кожу наденете, будет ерунда. Вы даже знаете, как вот эти фигуры восковые делают? Думаете из воска? Нет, если бы они их делали просто из воска, они не были бы такими, похожими на людей. И их сначала делают, им делают структуру, так сказать, там, металлический каркас, сделан как кости, потом их обкладывают, как бы мышцами, а потом только вот этот воск. А иначе не получается. Даже вот такое мертвое такое изделие, все равно оно предполагает вот такую работу. А вот дальше, я вот поскольку был и не раз научным руководителем, дальше вот как вы будете разворачивать эту мысль в тезис, я бы никогда не влезал вот в этот вопрос. Потому что у вас стиль один, свой, индивидуальный, и не надо этот стиль, я бы его не ломал. Почему? Потому что я бы не так сказал, а вы бы так сказали. Как хотите, так и выражайте свой тезис. Мы с тезисом с вами обсудили, да, мысль. Мы с этой мыслью согласились. А это ваше дело, как ее предлагать. Как хотите, так и предлагайте. Вы как хотите, так и предлагайте. У вас другой подход. Ну и у вас тоже самое. И тут никогда... У всех свой стиль. И стиль, он, ну, как-то вот он складывается. Поэтому научное руководство, ну и тем более, скажем, советы со стороны, как у меня, это совсем со стороны. Я же... Ну, не совсем со стороны, потому что это все-таки от нашей кафедры идет. И вот товарищ Соколов, вот у нас заведующий на нашей кафедре, поэтому он, так сказать, как бы, он в курсе дела, он меня и просил, в частности, эти занятия проводить. То есть не совсем со стороны. Это все. Ну, если аспиранты наши защищаются, значит, кафедра плохая. Правильно я понимаю? Это ведь не только о вас речь. Если кафедра плохая, так надо закрывать ее и нас разгонять всех. Все это за такая кафедра, которая не может научить аспирантов, как им защититься. Поэтому у нас с вами, мы с вами уже в одной лодке, так сказать, мы не должны подоносить, мы должны выплыть. Тем более, на столько все время. Сейчас все занимаются тем, как утопить высшее образование. Вы, наверное, в курсе дела. Поэтому и придумывают всякие штуки, как бы вам труднее было защититься. Причем сидят люди, как бы только этим занимаются. Не тем, как бы вам облегчить этот процесс. Но, с другой стороны, бег с барьерами, он для слабых людей, это крах. А для людей сильных, это, например, вы должны учиться, на примере своей диссертации, преодолевать жизненные барьеры, которых будет очень много. поэтому надо отнестись и отнестись к этому философски. То есть, как бы вам подарили такую возможность натренироваться. У вас, в конце концов, не война, так, и никто у вас не стреляет, а всего лишь там, ну, что-то там не дали, или задержали, или помешали, но еще бы не было. Так всю жизнь будет кто-нибудь что-нибудь мешать. Сделайте что-нибудь хорошее и думайте, вам что-то похвалят, сколько раз обругают. Не так ли? Сплошь и рядом. Так что вот, к этому надо готовиться. Вот, поэтому вы делаете, а всех все уже, а там другое требование. Вот Сесерон говорил, когда речь готовишь, обильно надо. Я сначала так удивился, думаю, зачем обильно-то? А потому что, когда слушают, тут нужно и усилить, и повторить где-то. Ну, вот вас же слушать будут на защите, так сказать. Вы, когда будете речи свои готовить, вы должны как-то это украсить, примеры привести. То есть, это другая задача. Одно дело, вам строго очень, вот все эти мысли сформулировать, которые в Тея Сахадру, и дело, развернуть. Вы развернули, и там уже вы, что считаете нужным, какие новые ссылки, еще какие-то дополнительные аргументы. Творите, как вы считаете нужным. И вот тут, я бы сказал, что тут вмешательство у кого бы то ни было, ходит, ну, научно-руховедничество, прочитает вам что-то, укажет, что, как говорится, ему судьба. Надо читать, что написал. Аспирант. Ну, вот, например, с моим научным руководителем, с Иваном Васильевичем Котовым, героем Советского Союза, мы встречались у него дома каждый раз и ругались, потому что я закончил матмех, и у меня диссертация была о применении математики в политэкономии. И я видел, что вот эти, которые применяют математику в политэкономии, они безграмотные в области математики и бесконечные. И поэтому это то, что кажется научным, это халтура. А он думал, что это вот такой, раз там, математика есть, вот такое, хорошее, высокое. До сих пор некоторые говорят там, да вот у нас есть нелинейные процессы. Вы знаете, что по нелинейным процессам? Знаете, вот я скажу. Вот есть функция линейная, она имеет вид у равно ка х плюс б. Или а х плюс б. А все другие функции, например, у равно х квадрат, х куб, е в степени х, это нелинейные функции. Ну, что об этом говорить? Вы что, какие функции выясняли, какую? Ну, это подходит под категорию Аркадия не говорит красиво. То есть, красивости такого рода, потому что кто-нибудь вас за эту красивость поймает, начинает спрашивать, и вы поплывете. А зачем вам это надо? Вы должны, то, что вы, на чем вы настаиваете, это говорит, это уже, вот это не входит в круг моих научных интересов. Вы от чего-то отгородились. Это, могут быть вопросы не по вашей диссертации. Что вы спрашиваете? Давайте я вас спрошу, что делает этот коллайдер. А вы скажете, это по физике, а я по философии защищаюсь. Ну, вот когда я буду по физике, тогда я спрашиваю. Как бы так. Вот, то есть, вот получили вы текст. И текст, а текст уже можно потом, что с ним надо делать? Дать ему полежать. Почему рекомендуется написать текст раньше, непосредственно перед защитой? Чтобы у вас был какой-то интервал. Когда вы полежали, как человек изменяющийся и думающий, вы потом уже начинаете читать, что написал такое, убрать, вот это и отменить, вот так. Тогда вы будете в состоянии еще дотянуть свою диссертацию по уровню, по уровню исполнения. А когда человек только-только сделает текст, и он вываливает это на защиту, его так ловят на какой-то ерунде. Поэтому предусмотрите, если вам нужно к 31 мая, то значит, к 31 апреля должно быть все готово, и с текстом вы работаете. А тем более, там еще реферат надо делать, там много чего делать. И там все застынет, уже тронуть ничего, потом будет нельзя, потому что вы не можете тронуть диссертацию, если она уже сдана. Вот она сдана, переплетена, и все. А вы увидели, надо бы изменить, а уже поздно. Поэтому лучше вот этот предусмотреть такой этап. Ну вот, это вот некоторые мысли, которые связаны с философскими категориями, которые мы использовали, и категорию развития, как движение низшего к высшему, простого к сложному. Я об этом не говорил, но мы тоже использовали, как вам из одной клеточки, там посихонечку сделать диссертацию. Из идеи, и эту идею развить полноту. Это движение низшего к высшему, простого к сложному. Иногда говорят от низшего к высшему, но имеется в виду, что это она сама идет от низшего к высшему. А если я иду, а она стоит, то это не развитие. То есть, или развитие вашей мысли, это развитие вашей же мысли от простого к сложному. Вот в этом развитии является моя диссертация представляет собой развитие единой мысли, которая заложена в начале, там, в первой главе. Нормально же звучит, что-то слушают люди, солидно. Даже больше хочу вам сказать, если вы это свободно будете делать, то когда на защите люди не столько слушают идеи, сколько они вообще слушают, как человек говорит. Так получилось у меня, что вот я вот в эту аудиторию ходил довольно часто, когда был молодым преподавателем. Здесь была повлеклиника, вот здесь, номер один Санкт-Петербургского государственного университета. Поэтому иногда заходишь, и этот запах еще, ее форма тут еще стоит на первом этаже. Я ходил, все время лечил горло, потому что когда я начал преподавать, молодым преподавателем, у меня все время и проблемы в горло. И вот мне мазали, 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 и потом отправили в институт ухо-горлоноса. Поэтому отправил меня декан факультета к директору, а директор отправил меня к такой женщине, которая ставила голос певцам, и которая учила, это у нее было хобби, ставить голос певцам, а учила она тех, кто не мог говорить, потому что он был глухой, был поэтому глухонемой. Она учила понимать по губам, вот смотреть на человека, и понимать, что он говорит, ничего они не слышат. И отвечает, потому что с голосом у них все было нормально. И вот люди, которые с ней занимались, потом начинали говорить, как нормальные люди, хотя у них слуха нет вообще. То есть он глухонемой, потому что он глухой, а у нее он глухой, а не глухонемой. Ну, а заодно она и ставила голос. Я вот видел, как люди, которые шипели, как змеи там, женщины приходили, пш-пш-пш-пш, они вдруг прекрасно говорили. А я пришел с этим своим голосом, она сразу определилась, что у вас он оттуда-туда ломается, и надо просто вам его тренировать. И она мне объяснила, как тренировать. Я даже вот в интернете повесил, поскольку это уникальный такой случай, я этим специально на потоке не занимается никто. И умерла эта женщина, Малинна Татьяна Васильевна. Вот как правильно поставить голос. Вот она мне говорит, Михаил Васильевич, ну что вы так говорите? Надо говорить убедительно. Вот слушайте. Ба-бо-бу-бэ-би-бы. Убедительно же? А вы? А надо говорить убедительно. Ба-бо-бу-бэ-би-бы. Убедительно? И тут я понял, что кажется, можно говорить убедительно. И вот будут слушать, как вы говорите. У нас был такой человек сыроежен на экономическом факультете. Ну так убедительно говорил. Потом выйдешь, думал, что он сказал? Чушь какую-то несет. Ну так убедительно. То есть убедительно. Это же выступление устное. У него свои законы. Почему нужно иногда выступление? Потому что никто не собирается логику вашу запоминать. Надо где-то повторить еще, вернуться к этому. Потому что это устное выступление. То, что вы хотите акцентировать, а надо это акцентировать. Поэтому подготовка своего выступления не должна сводиться к тому, что вы читаете текст. Ну вот представляете, аспирант пришел защищать, говорит, я сделал новую науку, внес и читает. Да как Брежнев? Ну это вы, значит, вам кто-то написал? Это значит, я вам написал, а вы зачитываете? Я у вас спичрайтер. Кто у вас спичрайтер? Вот первый вопрос. Если вы зачитываете, у вас кто спичрайтер? Ты чего вы зачитываете? Вы что, хотите показать, что вы умеете читать? Я вот на кафедре у нас были конференции, девушка молодая выступает, закончила философский факультет. Она читает. Я говорю, ну что вы читаете? Ну что вы хотите этим показать? Что вы не можете даже текст удержать в голове вот такой? Ну что это за ваша идея, если она у вас здесь не сидит? То есть вы это показываете отчуждение, что это не ваше. Поэтому ни в коем случае. Лучше выискать это, ну надо потренироваться и стукать свободно. свободно. У вас есть там, если что, держать. Вот Цицерон тот же самый, который написал книгу «Три трактата об ораторском икусе», и говорит, что вы... Желательно написать, но не читать. Написать для чего? Чтобы провалов не было. Вот если у вас написано то, что вы хотели сказать, вы, ну скажем, диссертацию у вас будет же написано, вы же не провалитесь, вы же знаете свою диссертацию. Зачем вам это подсчитывать-то? Вы отвечаете. А вы писать себе там какие-то куски, цифры, данные или ссылки, которые у вас под рукой, когда у вас вспоминут, вы раз... Это которые не обязательно держать в голове. Но так, чтобы это было вот убедительно, что вы выступаете убедительно. Ба-бо-бу-бэ-би-бы. Убедительно? Не убедил я вас? Ну постараюсь еще убедить. Постараюсь убедить. Ба-бо-бу-бэ-би-бы. Я ему вот это доказываю, а он все никак вот не убеждается. Он заранее заносился. А? Заранее заносился. Да? Вот. Так что вот исходя вот из таких соображений, мы будем с вами так двигаться, чтобы наши занятия, раз в школе на нас такая судьба легла, так сказать, или наша такая судьба нас свела, и сказали, что давайте, вот вы будете как студенты тут сидеть, а я буду как преподаватель буду тут читать. Но вы уже по сегодняшней лекции заметили, что мы не будем делать обычные занятия как со студентами. Правильно? Когда они сидят и пишут. Никто вам не мешает записывать? Я не запрещаю записывать, естественно. Вот. Но тут нам что нужно? Нам нужно, чтобы вы в любой момент, когда вы посчитаете нужным, меня остановили и спросили, или возразили. Почему? Потому что это же асферанские занятия, то есть вы научный работник, молодой. А я кто у вас? А я у вас, ну, костыль, палка. Вы тогда должны опираться на палку, когда есть в этом необходимость. Поэтому вы должны свою роль тут понимать. У нас занятия такие, здесь у меня не главенствующая роль, а вспомогательная. Ну, и меня для вспомоществования, как говорится, и прислали, чтобы я мог вам помочь, ну, чтобы я могу вам помочь, когда вы, так сказать, что-то будете формулировать. И сказать, а почему так? А почему? Или возразили мне, или как я буду спорить с вами? Вы мне возразили, посмотрите, что я буду вам возражать. То есть, вот я вас к этому призываю, тогда у нас будет плодотворное наше занятие. И мы должны в итоге подготовиться к тому, чтобы вот на защите, чтобы вас не спросили, вы уже были готовы, что на всякие неожиданные вопросы из области социальной философии, мы же, вот, кафедра это, это наша область. Ну, из этой области, если вы с этой кафедрой, что, знаете, это вопросы, вы все можете ответить, а если еще какие-то придумать, ну, скажите, что, а этот вопрос выходит за рамки моего исследования, и все. Все и отбили. Чтобы у вас было все хорошо. Вот считайте, что мы с вами, еще у вас и диссертации нет, а мы уже защиту готовим. Потому что защита, это же оборона, надо готовить, рвы надо заранее рыть, потому что долго их рыть. Вот мы эти, то есть, с одной стороны, вы все время продолжаете работать на своей диссертации, с другой стороны, мы подумали еще о том, как можно, так сказать, ускорить работу на диссертации, имея в виду вот это движение целого к целому, и мы уже думаем о том, как защищаться. Еще вас заставят писать, потому что все равно все пишет диссертант. Ученый совет готовит, как известно, положительное значение диссертации для того-всего. Это тоже нам придется писать заранее. Это все равно на вас и ляжет. Я вот, когда доктор защищал, приезжаю, например, к оппоненту, он говорит, ну, Михалыч, вы напишите, как вы видите мой отзыв. Я говорю, этот отзыв, не думайте, что я вот то, что вы написали, этим все и закончится. Я и сам почитаю все, и я и поставлю. Но вы же заинтересованы в том, чтобы я не упустил вам то, что вам нужно, важно. Я хочу дать положительный отзыв. А дальше не беспокойтесь, он будет не похож на то, что вы написали. И это нормально. Я, например, тоже товарища прошу вот сказать, нужно написать. Ну, дайте, что вы считаете у вас такое самое важное, нужное, интересное, чтобы это прозвучало. Причем прозвучало не в вашем исполнении, а в исполнении оппонента. Оппонент говорит, вот в диссертации товарища Савищенко очень интересным является вот такой-то, такой-то, такой-то момент. Это он скажет, скажет, а, ерунда, это он, никто. Он никто, потому что он еще не защитился. А это выступает доктор наук, и говорит, что это замечательно, это вообще новое, это вообще никто не сделал. А после этого он говорит, да, я вот это сделал, вот мы тут подумали с научным руководителем и сделали. И совсем, то есть, надо же протестнуться среди этих докторов и кандидатов и встать рядом, вровень с ними. А они охраняют это дело. То есть, это вот задача противоречивая, и надо понимать, в чем. То есть, это же, вам никто не мешает, пишите, публикуйтесь, это не будет защита диссертации. А диссертация, это квалификационная работа, квалификационная. Вы хотите бумажку получить, справку о том, что вы умны. А так справки просто не дают. И вот тут на страже стоят там и ВАГ, там еще эти советы, авторитеты, и все авторитеты и Нива смотрит, что он не хочет, ли он меня перегнать. Вот он меня перегонит, а я потом буду никто, а он, значит, будет топтать то, что я сделал в науке. И это тоже есть. И это мы прекрасно знаем. И наоборот, слабенькие диссертации сидят, там где-то спят, слушают. Там что, голосовали? Да, проголосовали? Вот, я думаю, что так обстоит дело. И на этом, наверное, мы сегодняшнюю вводную лекцию закончим, как мы ее назовем, как готовить кандидатскую диссертацию. Да? Кратко. Вот. Так, вопросы, какие ко мне есть? Вот по, потому что мы сегодня, о чем пошел разговор? Ну, у меня есть вопрос по поводу экзамена по специальности кандидатского. Значит, я бы вас, кто у нас, значит, товарищ Лагарев. Вот, Алексей Сергеевич, у вас, Алексей Михайлович, научный руководитель, вы ему узнаете и мне, и нам расскажете. Почему? Потому что я, возможно, и скорее всего буду принимать тоже, но экзамен, насколько я понимаю, будет человека три принимать. Как всегда бывает, экзамен кандидатского минимума, а не так. Нет, я имею в виду по специальности, которая или... По какой? Вам сказали, вам сказали, что кандидатский минимум будет. Вот это оформлено ваш экзамен как кандидатский минимум. Да? Да. Вот сегодня мне сказала Марина Сергеевна в деканате, в учебном отделе. Поэтому это не то, что я у вас буду принимать и все. Я не думаю, что все-таки кандидатский минимум принимать должны тройками. Тройки. Хороший. По имени, вы супер, да. Да, проверены. Так что, ну вы его знаете, Алексей Леонидович. Я у него тоже спрошу. Ну я его напишу. Вот. А он, конечно, скажет, что мы еще узнаем, потому что у нас все меняется. У него здесь все меняется и меняется и меняется и постоянно. Не заудержу. И в основном не в лучшую сторону. Не в лучшую. Поэтому... Ну... Их вот недавно у нас блокаду отмечали вчера, еще хуже были условия. Боролись люди, и мы... Мы вот... Помним, как люди боролись, поэтому там... И пешком ходили на работу. Я вот тренировался, мне от дома сюда на работу 2 часа 20 минут. И обратно 2 часа 20 минут. За это время можно лекцию подготовить и обдумать все, что вы собираетесь написать. Нормально. Так что, были хуже времена, поэтому не будем плакать, а будем действовать в тех условиях, которые есть. и то... И скажем спасибо, что есть хоть такие условия. Видим, тепло, светло, хорошо. На кафедре, на родной. Ну, позаботились нам, даже аудиторию не дали. Ну, и лучше здесь. Прекрасно. Еще есть какие вопросы? А можно ли вопросы? Да мы с вами вопросы потом... Не-не, мне вот по этой цели мне стало интересно. Ну. Я тоже захочу написать диссертацию. Вот у меня есть юридические факультеты. Если вы захотите, вам надо решить вопрос. Вопрос диссертации упирается в вопрос оформления в аспирантуру. Вот. Если вы не в аспирантуру, сейчас практически невозможно. Раньше было очень просто. Соискательство. Оформляешь соискательство, сдаешь экзамены кандидатского минимума, ее защищаешь. А сейчас соискательство, по-моему, его уничтожили. Если не везде, то почти везде истребили его. Раз. Вот. В аспирантуру попробуй поступи. Два. Очень сложно. Заочная аспирантура, по-моему, истребили ее. Поэтому, если вы не очный аспирант, а заочный... Есть кто-нибудь тут заочный? Нет. Очный. Не заочный истребили. Поэтому люди, люди, которые, так сказать, со стороны вдруг им захотелось, им везде поставили эти преграды. Юридические границы. Да, юридические границы в том числе. Поэтому вопрос не в том, что вы там... А вот нет никаких границ, написали и печатали эти книги. Это пишите. У вас книга есть? Нет? Пишите. Будьте писателем, научным. А потом, раньше по совокупности работ можно было зачистить диссертацию. Но все равно надо было принести. Так, на этом мы сегодняшнее занятие заканчиваем. До следующего понедельника. Слева. Продолжение следует...